Хочется жить богато? Ни в чем себе не отказывать и носить самые красивые наряды? А сумеете ли вы распорядиться большими деньгами, если вот прямо сейчас получите чемодан наличности? Поверьте, не каждый выдержит такое испытание. Нет такого человека, который бы не хотел увеличивать свои капиталы. Но разве что люди, сознательно ушедшие в аскезу. Для них духовные ценности выше материальных. А мы с вами сегодня поговорим о самых обычных мужчинах и женщинах. И вот что я вам хочу сказать. Обращение с большими деньгами требует особого мышления. Мышление, которое не у всех есть. И если хотите жить богато, вы должны понимать, как с большими деньгами обращаться. Впрочем, сейчас я расскажу вам одну историю. Однажды у меня на приеме оказалась девушка. Звать ее Ольга. 27 лет. Не замужем, красивая, очень эффектная. Оля хотела знать, сможет ли она разбогатеть. Заработать много-много денег. Жить красивой жизнью. Да, вот такой вот у нее был запрос. И я не вижу ничего плохого в том, что человек стремится к материальным благам. Начали работать с Ольгой. Я ее просматривала. Сделала расклад на своих картах Таро Райдес. И вот что я увидела. Ольга всегда любила сладкую жизнь. Но работала на абсолютно обычной работе. Жила абсолютно в обычной квартире. И совершенно не представляла, как и откуда берутся у людей большие деньги. Зато ей очень нравилось пускать пыль в глаза. На разные праздники, встречи выпускников или дружеские какие-то вечеринки она всегда брала дорогую одежду в прокат. Или брала в магазине, а через день-два возвращала, мол, не подошло. Вот вам простая примета от наших предков. Хотите привлечь деньги в свою жизнь? Покупите красивый и удобный кошелек из натурального материала. Желательно зеленого цвета. А от себя добавлю. Вкладывайте в собственное образование. Вот что еще я увидела в раскладе для Ольги. Что очень скоро девушке действительно выпадет шанс разбогатить. У нее в руках будут реально очень большие деньги. И самое важное, как она ими распорядить. Как она реализует этот свой шанс? Не казаться, а действительно быть богатой. Я рассказала об этом ей. Сделала акцент на то, что недостаточно просто взять деньги в свои руки. Большими деньгами нужно уметь управлять. Ими нужно уметь владеть. Их нужно уметь выдерживать. И есть разные варианты. Вложить куда-то, сделать долгосрочный вклад в банки, купить недвижимость и так далее и тому подобное. Тут человек должен хотя бы не просто почитать, ну, что-то об этом, а в идеале пойти и поучиться. Ольга радостно, конечно, закивала мне головой. Мое предсказание ее явно воодушевило. Довольная, счастливая, она покинула мой кабинет. Но, как вы понимаете, это была наша не последняя встреча. Раз я вам рассказываю эту историю. Маленькие дети очень любят яйца-сюрпризы. У них красивая обложка, а внутри шоколад и еще подарок. Но вот что интересно, что некоторые взрослые люди тоже, как яйцо в обертке. Снаружи могут выглядеть ярко, интересно, привлекательно. А что внутри? В отличие от детских сладостей, внутри у человека обертки, как правило, пустота. Слишком заботясь о своем внешнем образе, люди часто забывают о внутреннем содержании. В то время как красота всегда в гармонии. Нравятся мои истории? Не забывай ставить лайки и, конечно, подписываться на канал. А я продолжу. Итак, сделав расклад, на своих картах Таро Райдес я увидела, что к Ольге в руки скоро должны прийти большие деньги. Так и случилось. Через месяц после нашей встречи у Оли умер дядя, который жил в центре города. Незадолго до смерти он рассорился со всеми своими родственниками. Ну, а с Ольгой они почти не общались. А потому и не поругались. Так что завещание он оформил именно на нее. И та после его смерти получила в наследство большую квартиру. Размечтавшись, Ольга решила, что продаст недвижимость и купит дом в пригороде. Это показалось ей более солидным. Ну что ж, у всех свои приоритеты и вкусы. И вскоре она частично осуществила свой план. Квартиру она продала. Но подходящий дом пока не нашелся. И всю выручку девушка оставила у себя дома. Сумма, вырученная с продажи, казалась ей такой большой, что пока суть до дела, пока ищется дом мечты, она периодически залезала в конверт. И брала то пять тысяч, то три, то десять. А потом случилось вот что. Одна знакомая позвала нашу Олю на вечеринку в один из самых престижных клубов города. Там часто собирались сливки общества, и это был прям реальный такой шанс познакомиться с каким-нибудь богатым и успешным мужчиной. Ольга вспомнила мои слова, что большими деньгами надо грамотно распорядиться. И решила, что лучшим вложением будет это вложение в себя. И к походу на ту вечеринку девушка подготовилась по полной программе. Она сходила на комплекс дорогостоящих косметологических процедур, сделала прическу, наняла визажистка, купила невероятно дорогой наряд, туфли. Ну, в общем, сделала все, чтобы самой выглядеть максимально успешной. Ну, такой прям успех в квадрате. И, конечно же, прекрасной девушкой. Денег на это ушло немало, как мы понимаем. Хотите, чтобы финансовое состояние улучшилось? Вот вам верная примета. Не считайте чужие деньги. На мероприятии, ради которого это все затевалось, Ольга действительно познакомилась с мужчиной. Звали его Андрей. Обворожительный, обаятельный, очаровательный и богатый. Они сразу друг другу понравились. И Андрей пригласил девушку встретиться на следующей неделе. Прокатиться по реке Неве на его собственном катере. Не буду рассказывать вам подробности их встреч. Я их не помню. Да и ни к чему. Это важно другое. Ольга продолжала перед каждым свиданием тратить крупные суммы денег, чтобы Андрей думал, что она женщина его круга. И в итоге очень скоро стало понятно. Деньги в конверте тают, как снежок. На покупку дома их уже точно не хватит. И тогда Ольга решила форсировать события и подтолкнуть Андрея к принятию решения. Жениться на ней. Тогда-то ее благосостояние уже не будет иметь никакого значения. Какими именно женскими фокусами она подталкивала, оставим на усмотрение Ольги. Но вскоре Андрей и правда сделал ей предложение. Счастья не было предела. Отметить помолвку они решили в крутом ресторане, где главной фишкой были экзотические морепродукты. И о ужас! На одного из морских гадов у Ольги внезапно развилась сильнейшая аллергия. Лицо мгновенно опухло, отек к венке. Вызвали скорую, девушку увезли в больницу. Пока Оля была в больнице, Андрей связался с ее родителями, как нормальный абсолютно человек. Он всего-то хотел рассказать им, что случилось, но в итоге они познакомились, и родители пригласили его в гости. Там-то жених и начал подозревать, что Оля не та, за кого она себя выдает. А когда врачи девушку отпустили, у них состоялся очень непростой разговор. Я бы даже сказала, разразился скандал. Раскрою вам один из секретов мироздания. Подобное притягивает подобное. Все люди, все события, вещи в нашей жизни абсолютно не случайны. Осознанно или неосознанно, мы выбираем тех, кто похож на нас своей внутренней организацией и ходом мыслей. От женщин я очень часто слышу. У нее муж такой-сякой, эдакий, плохой, а она хорошая девушка. Такого просто не бывает. Значит, внутри нее живут разрушительные программы, которые притягивают это. Женщинам, которые хотят в мужья настоящего мужчину, нужно стать настоящей женщиной с полным набором женских качеств. Интересно, чем закончится эта история? Тогда ставь лайк и жду твои впечатления в комментариях. Итак, мы остановились на том, что Андрей начал подозревать, что Ольга не та, за кого она себя выдает. И на следующей встрече между ними разразился скандал. Оказалось, что и он сам ворололи о своем благосостоянии. Да-да, подобное притянуло подобное. В толпе действительно успешных и богатых мужчин Оля в том клубе выбрала того, кто, как и она сама, только пускал пыль в глаза. Катер для прогулок по Неве он брал у друга, дорогие костюмы таскала ему знакомая костюмерша из киноиндустрии. А на то, чтобы оплачивать цветы и дорогие блюда на свиданиях с Олей, он просто взял кредит. Андрей рассчитывал, что женится на богатой молодой красотке и заживет припеваючи. Но не вышло. Всю эту историю я узнала, когда Ольга снова сидела у меня на приеме с заплаканными глазами. Конечно, никакой свадьбы у них с Андреем не случилось. Пара развалилась, а как только главное, что я удержала вместе, деньги превратилась в пыль. И теперь Ольга спрашивала меня, как ей жить, как ей жить дальше, как вернуть себе уверенность, как найти мужчину, который теперь не обманет. И тут я снова хочу напомнить вам, что подобное притягивает подобное. Не хотите, чтобы к вам притянулся обманщик, учитесь жить честно. То же самое я сказала и Оля. На самом деле, эта история не так проста, как кажется. Ведь Оля откуда-то взяла эту идею, что казаться важнее, чем быть. Что внешний вид играет более значимую роль, чем внутреннее наполнение. Откуда же берутся такие установки? И я вам отвечу. Из семьи. От родителей. Обратите внимание, какой пример вы показываете детям, когда покупаете невероятно дорогой телефон и выплачиваете много лет за него кредит. В то время, как выбираете в магазине самые дешевые продукты по акции. Какой пример вы показываете, когда просите у мужа шубу только потому, что подружке муж купил дорогущее пальто. А вы не можете выглядеть на ее фоне беднее. Как часто вы сами совершаете покупки или поступки, чтобы казаться, пускать пыль в глаза. В наше время, к сожалению, это очень распространенная проблема. И эта проблема влечет за собой новый виток. Теперь, даже если вы получите в руки большие деньги, как это произошло с нашей Олей, как вы ими распорядитесь? Скорее всего, вы просто растранжирите их в самое ближайшее время. Просто потому, что вы привыкли к такому образу жизни, в котором настоящему богатству просто нет места. С Ольгой мы проработали ее проблемой. Я помогла ей выйти на новый уровень мышления. Сегодня это успешная женщина, которая хорошо зарабатывает. Она вышла замуж и умеет распоряжаться своими деньгами. И знает, что такое финансовая ответственность. А вам я советую, работайте над собой, инвестируйте в свое образование. Не покупайте вещи ради имиджа, покупайте ради пользы, которую они действительно могут принести. И с вами никогда не случится ничего подобного. И каждый раз, когда вы взаимодействуете со своими деньгами и со своей финансовой энергией, помните о том, что есть свидетели. И это, как правило, ваши дети, которые будут впитывать в себя все как губка. И потом могут это повторять. Я не в силах помочь каждому живущему на Земле, но я могу напомнить людям о том, что сил у человека всегда достаточно для разрешения любых, даже самых страшных проблем. Нужно знать ваша сила в вашей крови. Крови, которую вы получили от своих предков. Меня зовут Виктория Райдес, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться.